Всем здравствуйте, меня зовут Аркадий, я представляю Trebus Institute, сегодня у нас консультация, буквально собралось несколько человек, которые заинтересовались. Итак, давайте я вам расскажу кратко вообще, о чем мы сегодня разговариваем, про Trebus Institute, про Монреаль, немножечко вам расскажу, почему вообще эти программы популярны, их не так много, но есть определенный интерес, почему сейчас про них говорят. Если будут какие-то вопросы, можете задавать голосом, не надо поднимать руку, просто задавайте голосом. Про Trebus Institute, который расположен в Монреале, институт существует уже с 1979 года, то есть это довольно уважаемое учебное заведение, которое давным-давно известно, но, к сожалению, до этого, до сегодняшнего дня Trebus Institute не предлагало много программ для студентов иностранных, то есть все программы были для канадских студентов, и сейчас есть некоторые программы для иностранцев, это многим стало интересно, естественно, вот, потому что Монреаль уже много-много лет привлекает людей, ну, почему Канада, вы наверняка знаете, да, что Канада сейчас по каким причинам набирает очень большую популярность в мире для обучения, Почему Монреаль? Это, конечно же, невысокая стоимость проживания, невысокие цены, и это культура, потому что Монреаль – это наша культурная столица, да, все, что связано с различными фестивалями, различными какими-то мероприятиями международного плана, будь то спортивные, будь то культурные, все, что связано с канадской, ну, не все, но, может быть, большая часть, то есть канадской киноиндустрии, с музыкальной индустрией, все это связано с Монреалем и провинцией Квебек. Вы также знаете, что это франкоязычная провинция, и Монреаль – это единственный двуязычный город, 80% населения говорит и по-английски, и по-французски, научиться можно как на английском, так и на французском языке. Более того, французский уже можно изучать, находясь там, находясь на месте. Ну, вот то, что я вам рассказал про фестивали, да, тут известные телешоу и так далее, Монреаль – это центр. Это не значит, что только в Монреале, но это центр. Вот, что касается Требос Института, давайте я вам не буду показывать всю презентацию, чтобы мы с вами не говорили про какие-то вещи отвлеченные, поговорим с вами о программах. Итак, программ много, Требос Институт есть и в Торонто, есть и в Квебеке, но для иностранных студентов открыты сейчас две программы в Квебеке. Давайте так, секундочку. Да, то есть самая популярная, конечно же, программа для иностранных студентов – это диплом по электронной коммерции. Сейчас все уходит digital, вы сами знаете, да, то есть все сейчас, ну, не то, что не только люди работают из дома, но и покупают из дома, и сделки делают, и документы подписывают юридические и так далее. Все сейчас происходит из дома, по крайней мере, в Канаде. Вот, и вот эта программа, конечно, имеет огромное будущее, то есть e-commerce and online business management. Чем интересна эта программа? Ну, мало того, что это обучение по востребованной специальности, да, которая востребована сегодня и сейчас. Это еще и обучение двугодичное, то есть оно дает максимальные возможности для дальнейшего права на работу и для дальнейшего участия в некоторых иммиграционных программах. Я вам дам информацию краткую по этим вопросам тоже. Дальше. Значит, эта программа популярна тем, привлекательна тем, что есть обучение, есть модуль стажировки, да, во время обучения, значит, и модуль стажировки включен в обучение, и обучение, возможно, как на французском, так и на английском языке. По французскому, те, кто приезжает учиться только на английском, по французскому можно французский изучать даже бесплатно. Есть курсы, сейчас они онлайн, курсы французского языка, но для тех, кто хочет закрепиться в Кубеке, конечно, важно знать два языка. Ну, и для всей работы в Канаде тоже два языка, это очень-очень важно. Так, и по поводу требований к зачислению. Невысокие требования по английскому – это IELTS 5.5, либо можно проходить внутренний тест, либо через языковые школы. Очень большой плюс – не нужно делать до визы никакой депозит, только 250 долларов оплачивается регистрационный сбор и аппликационный сбор. Ну, вот, собственно говоря, и все, да, и начало каждые три месяца, то есть программа эта начинается каждые три месяца. Дальше. Надеюсь, что видно следующий слайд – audio and video post-production, да, то есть это обработка аудио и видео, тоже двугодичная, тоже начало четыре раза в год. Те же требования по английскому, практики здесь обязательно нет, по английскому или по французскому, да, то есть французский тоже можно, практики обязательно нет. И вот видите, что здесь написано, но программа очень практическая, да, то есть вот это важно. Обе программы написано eligibility for postgraduate work permit, то есть отучившись два года, можно еще на три года остаться работать в Канаде. На данный момент такие правила только действуют для Квебека, для частных колледжей. Вот, дипломная программа называется Attestation of College Studies, да, и так далее. Но чем интересно, почему частный колледж? Прежде всего, конечно же, ну, во-первых, практическая направленность, да, и второе, конечно, это цена. Я надеюсь, вам видно прайс-лист, я сейчас открою. Стоимость ниже, чем в государственных колледжах на подобных программах, ну, минимум на 30%. То есть e-commerce and online business management стоит 28 тысяч. Сейчас со стипендией можно оформляться на следующий год за 24 тысячи. Это за два года, да. В государственном колледже в среднем будет 32 тысячи за два года. Ну, и audio and video post-production немного дороже. Это основное. Так, если у вас есть уже какие-то вопросы, задавайте, спрашивайте, пожалуйста, по программам. Если нет, пойдем дальше потихонечку. Так, вопросов пока нет. Готовьте, хотите, пишите в чат, хотите, спрашивайте, хотите с видео. Я обещал, что мы пообщаемся с вами. Так, далее. Давайте дальше. Я вам покажу несколько важных слайдов, которые касаются обучения в Trebus Institute. Здесь у меня взяты скриншоты с официальных сайтов, государственных сайтов. И мы с вами говорим про обучение по программам, которые связаны с видео, аудио и с маркетингом. Потому что интернет-коммерция в основном – это программы, связанные с маркетингом. Здесь я специально зашел на сайт правительства Канады и JobBank, который называется, и посмотрел официальную статистику по зарплатам выпускников, про те, кто только выпустился. Посмотрите, сколько зарабатывают выпускники. 45 тысяч – это средняя, но медианная. В Канаде считают медианная зарплата выпускника колледжа, который только что окончил диплома. То есть я специально выбрал диплома, не магистратура. 45 тысяч канадских долларов – это фактически для человека без опыта после окончания. То есть это для свежего выпускника. Ну, совсем свежие. 33 тысячи получают. Кто-то, может быть, уже какой-то опыт получил во время учебы под 60 тысяч канадских долларов получают. Это очень неплохие показатели для свежих выпускников. 100% по специальности работает только половина. То есть 30% работает связано как-то с этой специальностью. То есть кто-то работает в рекламе, кто-то в продажах, кто-то занимается чем-то еще, связанным с маркетингом, кто-то в веб-дизайне, кто-то работает в графическом дизайне и так далее. И всего лишь 23% не по специальности работают выпускников после этой специальности. По маркетингу очень-очень хорошие показатели. Поэтому те, кого интересует программа e-commerce, ну, я рекомендую просто великолепное. По видео-аудио немножечко все сложнее, но это и ожидаемо. Понятно, что по творческим специальностям всегда сложнее. Зарплата тоже не низкая. 44 тысячи долларов средняя. Вот. Работает 87% трудоустроенные. Но, к сожалению, если вот сложить 33%, да, те, кто 100% по специальности, и те, кто связанные, то есть получается всего 50% сразу находит по специальности. С видео-аудио немножечко посложнее. Здесь как бы ничего не будем придумывать. Я вам рассказываю так, как это есть на самом деле. Но в целом показатели по обеим специальностям очень хорошие. Дальше. Если вы посмотрите на издание Canadian Business, это очень-очень важный источник для нас. Они каждый год делают рейтинг лучших профессий в Канаде. То вы посмотрите, что по маркетингу. Менеджеры, да. То есть помните, мы с вами говорили про 45 тысяч канадских долларов. Это свежий выпускник. Менеджер – это человек с опытом, который управляет какими-то проектами. Средняя зарплата 82 тысячи канадских долларов. Очень хорошие условия, да. То есть 16% рост. И, в принципе, ну нет, примерно, да, то есть на одного кандидата есть одна вакансия. Это сбалансированная ситуация. То есть нет никакой истерики на рынке. Специалисты по маркетингу требуются. К сожалению, данные только за прошлый год, потому что в этом году ковид подкачал, и вряд ли мы будем делать какие-то рейтинги в этом году. То есть 2020 год у нас выпал, мы все перестраиваемся на новый стиль жизни. Конечно, я вам хотел еще показать по работе. Помните, я вам сказал, что студенты, которые оканчивают частные колледжи в Квебеке, могут получать последипломное право на работу. Вот здесь страница. Вы не должны мне верить, я не иммиграционный консультант, не адвокат. Вы можете зайти. Это все прочитать самостоятельно. То есть те, кто окончили школы в Квебеке и получили вот этот Attestation of College Studies, извините, Attestation of College Studies, вот он здесь выделен, то есть диплом, могут подходить под Postgraduation Work Permit. Естественно, нужно выполнить все остальные требования, подать в течение трех месяцев после окончания и так далее. То есть все это на сайте расписано. Теперь по иммиграционным программам. Дело в том, что сейчас многие люди ориентированы на иммиграцию в Канаду через провинциальные программы. И в Квебеке для студентов одни из лучших условий, ну в принципе, да, в Канаде. В чем они лучшие? Тем, что те, кто не проходит по экспресс-энтри, те, кто не проходит по федеральным программам из-за возраста, а таких сейчас большинство желающих, могут пройти через квебекскую программу. Конечно, нужно, опять же, зайти на официальный сайт, посчитать все свои баллы и посмотреть точные условия. Есть два варианта программы. То есть для тех, кто окончил учебу, ну грубо говоря, я вам так расскажу со своих слов. Те, кто окончил учебу дольше, три года, да, тем всего достаточно от 12 до 18 месяцев проработать, и можно подавать на ПМЖ в Квебеке. Но те, кто закончили программы, как мы предлагаем, двухгодичные, потому что три года это будет еще дороже, тоже можно подавать документы на ПМЖ, но отработать нужно от двух до трех лет. И работа должна быть профессиональной. То есть работу нужно искать профессиональную, просто дворникам не подойдет или грузчикам. Но обязательно французский хотя бы должен быть, да, knowledge of spoken French, хотя бы разговорный французский, то есть минимальный уровень, который понятно, что за два года учебы, два года работы получить можно, да, то есть если человек соображает. И вот это как бы основное, да, и работа должна быть из НОК категории 0А или Б. Ну вот таким образом, то, что я вам хотел рассказать по Квебеку сейчас. Есть ли у вас какие-то вопросы? Наша цель была ответить на ваши вопросы, потому что рассказывать я могу бесконечно. И это как бы не самое, наверное, интересное. Так, для тех, у кого есть вид на жительство, такая же стоимость или нет? Я занимаюсь только иностранными студентами. Если у вас уже есть вид на жительство, вам нужно зайти на сайт колледжа и посмотреть. Для иностранных студентов на сайте колледжа цена выше, чем то, что я показал. Разница в 4000 канадских долларов, потому что я работаю в организации, которая набирает студентов в этот колледж. Но если вы зайдете на сайт, то вы посмотрите, какая цена для местных. Более того, имейте в виду, что в Квебеке, может быть, цена разная для квебекцев и для резидентов других провинций, да. Вот, Марина, вы подняли руку, но я не вижу ваш вопрос. Вы хотели бы задать его голосом? У вас микрофон включен, Марина. Хотите, голосом задайте. Марина, вас не слышно. Нет, к сожалению, не слышно. Нет, не слышно. Марина, если не получается голосом задать, может быть, вы... Сейчас, давайте я попробую вас выключить еще раз. Включить ваш микрофон. У вас микрофон включен с моей стороны. Вот, если не получается, напишите, пожалуйста, если не слышно вас. Так, у меня громкость на максимуме, то есть я не могу вас не слышать никак. Так, если не сложно, напишите, пожалуйста, вопрос. То, что звук работает точно, потому что у кого-то был микрофон включен, я слышал шуршание. Вот, но сейчас все намьют, кроме Марины, и, к сожалению, я не смог услышать. Есть ли еще какие-то вопросы? Либо все понятно, либо все неинтересно. Напишите, какая у вас реакция в целом. Да, в Торонто есть ли программа e-commerce? Да, есть программы, арутюн, есть такая программа, она называется digital marketing. Но понимаете, в чем дело? Если вы в Торонто заканчиваете программу в частном колледже, они там, конечно, дешевле. Там 10 тысяч примерно стоят за год. И программа половина учебы, половина работы, программа супер. Но вы не получаете последипломное право на работу. То есть, если вы хотите остаться в Канаде работать, то, учась в Торонто, да, это будет дешевле. Да, с работой, как бы, понятно, что колледж помогает еще во время учебы. Это важно. Но если вы хотите остаться дольше, то вы должны искать работу не после окончания. У вас не будет этих трех лет. Вы должны искать работу во время учебы. Это реально, это сложно. То есть, вот в этом разница. И по стоимости, конечно, в Торонто ниже. Моя дочка учится в Торонто в аналогичном колледже. Получение вид на жизнь сопряжено с нахожением работы. Да, все правильно, да. В колледжах обычно есть отдел карьеры, который помогает с этим студентом. Но, как правило, нет никаких гарантий, что студент найдет работу во время учебы. Поэтому, если нужно будет оставаться, да, то есть, если будет такое желание, а работы нет, то, скорее всего, придется продлевать учебу. Либо ехать в те провинции работать, где можно даже через неквалифицированную работу получить вид на жительство. Да, то есть, если Марина у вас, у дочери будет такая ситуация, то ей нужно обсудить с иммиграционным консультантом. Возможно, ей нужно будет искать работу в других провинциях. Проще ли искать работу в Монреале? Нет, не проще. Нет, не проще. На entry level, на начальные работы в Торонто работы больше. Да, то есть, больше возможностей найти работу. В Квебеке немножечко посложнее. Вот. И, в принципе, по всей Канаде, наверное, посложнее. Для начальных работ в Торонто легче всего. Есть ли еще какие-то вопросы? Давайте тогда будем заканчивать. Если, в принципе, все понятно, у всех есть моя электронная почта. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. Буду рад ответить на вопросы. Еще раз приношу извинения, что не было большого полноценного вебинара. Но зато мы своей небольшой компанией все обсудили, все решили. И я надеюсь, что основные вопросы разобрали. Вот. Так что спасибо за участие. Всего вам доброго. Для тех, кто будет смотреть в записи это видео, я оставлю ссылку для связи в описании к ролику. Но вот еще вопрос. Появился последний момент. В каком виде проходит практика в процессе обучения? Смотрите, на практику нужно время для того, чтобы к ней подготовиться. Примерно месяц хотя бы. Центр карьеры учит, как писать резюме. Где искать работодателей? Где ярмарки вакансий? Высылают какие-то варианты студентам. У студентов практика бывает разная. Если студент хочет практику оплачиваемую, то в маркетинге, в торговле, как правило, проблемы большой нет. Но если студент хочет в определенной какой-то сфере получить практику, например, что-то связанное с индустрией, производство покрасочных материалов, к примеру, то в этом случае его могут взять и на неоплачиваемую практику. Как правило, неоплачиваемая на полставки, то есть не на полный рабочий день. Может работодатель оплачивает проездное или обеды или еще что-то. Но бывают вот такие два вида практики. То есть у всех проходит по-разному. Но неважно, оплачиваемая или неоплачиваемая, работать можно во время и практики, и во время учебы можно на полставки работать. Практикам на полную ставку. Все. Еще раз всем спасибо. Всего доброго. Тогда до связи. У всех есть мои контакты. У кого нет, смотрите, пожалуйста, в описании, если я выложу эту запись. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok